Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Получение Святаго Иоанна Златоустого о том, как вредна нега и роскошь. Послушай, что говорит Христос. Матфея 11,8. Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских, а те, которые не носят таких одежд, суть на небесах. Мягкая одежда и твердую душу расслабляет, изнеживает и расстраивает. И как бы ни было крепко и сильно тело, которое она облекает, от такой роскоши оно скоро делается изнеженным и слабым. Скажите мне, почему, думаете вы, женщины боятся, бывают так слабы? Неужели только от природы? Нет. Но и от образа жизни, и от воспитания. Их делают такими изнеженное воспитание, праздность, омовение, намащивание, изобилие ароматов, мягкое ложе. Дабы тебе понять это, послушай, что я скажу. Из кучи дерев, растущих в пустыне и колеблемых ветрами, возьми какое-нибудь растение, и ты увидишь, как оно сделается хуже, нежели каким ты взял его сначала. А что это справедливо, доказательством служат женщины, воспитывающиеся на полях, которые бывают гораздо крепче городских мужчин, и могли бы преодолеть многих из них. А когда тело делается изнеженным, то по необходимости вместе с ним и душа испытывает то же зло, ибо отправление души по большей части соответствует состоянию тела. Во время болезни мы бываем иными по причине расслабления, а во время здоровья – иными. Как на музыкальных орудиях, когда струны издают звуки мягкие и слабые, и нехорошо настроенные, то уменьшается и достоинство искусства, принужденного ограничиваться слабостью струн, так и в теле. Душа терпит от него много вреда, много стеснения. Она испытывает горькое рабство, когда тело имеет нужду в частом врачевании. Посему увещеваю вас. Будем стараться делать его крепким, а не болезненным. Не одним мужчинам, я говорю это, но и женщинам. Для чего ты, жена, постоянно расслабляешь тело своей роскошью и делаешь его негодным? Для чего губишь силу его тучностью? Ибо тучность есть слабость для него, а не сила. Если же ты, оставив его, будешь вести себя иначе, тогда явится и красота телесная по желанию твоему, как скоро будет сила и свежесть. А если, напротив, будешь подвергать его бесчисленным болезням, то не будет у тебя ни здорового цвета, ни свежести, но постоянно будешь чувствовать себя дурно. Вы знаете, как прекрасен бывает хороший дом, когда озаряет его ясная погода, так и красивое лицо делается еще прекраснее от веселого расположения духа. А когда душа уныла и прискорбна, тогда и лицо делается безобразнее. Унылость же производит болезни и расстройство здоровья, а болезни происходят от расслабления тела присыщением. Так, по этой причине, вы должны избегать присыщения, если верите мне. Но есть, скажете, некоторое удовольствие в присыщении. Ни сколько удовольствия, сколько неприятностей. Удовольствие ограничивается только гортанью и языком. Ибо когда трапеза кончилась, и когда пища истреблена, ты становишься подобным тому, кто и не участвовал в трапезе, и даже гораздо хуже его. Ты выносишь оттуда тяжесть, расслабление, головную боль и склонность ко сну, подобию смерти. А часто и бессонницу от присыщения, одышки и отрыжки. И тысячу раз проклинаешь свое чрево, вместо того, чтобы проклинать невоздержность. Итак, не будем уточнять тела, но послушаем Павла, который говорит. Римлянам 13.4 И попечение о плоти не превращайте в похоти. Наполняющий чрево делает то же, как если бы кто-нибудь, взявши яство, бросил их в нечистый ров. Или даже не то, а гораздо хуже. И вот тот наполняет только ров без вреда для себя самого, а этот навлегает на себя тысячу болезней. Питает нас только то, что принимается в потребном количестве и может перевариться. А лишнее сверхнеобходимого не только не питает, но еще приносит вред. Между тем никто не замечает этого, обочаясь нелепым удовольствием и обычным пристрастием. Ты хочешь питать тело? Оставь же лишнее. Давай ему необходимое и столько, сколько может перевариться. Не нагружай его слишком, дабы не потонуть тебе. Принимаемое в потребном количестве и питает, и доставляет удовольствие. Ибо ничто не доставляет такого удовольствия, как хорошо перевариваемая пища. Ничто так не способствует здоровью, ничто так не поддерживает живость и чувств, ничто так не предотвращает болезней. Таким образом, принимаемое в потребном количестве служит и к питанию, и к удовольствию, и к здоровью, а излишнее ко вреду, неприятностям и болезням. Пресыщение производит то же, что делает голод, или даже гораздо худшее. Голод в короткое время изнуряет и доводит человека до смерти. А присыщение, снедая тело и производя в нем гниение, подвергает его продолжительной болезни и потом тягчайшей смерти. Между тем, голод мы считаем несносным, а к присыщению, которое гораздо вреднее его, стремимся. Откуда в нас такая болезнь? Откуда такое безумие? Не говорю, что нужно изнурять себя, но нужно принимать пищу так, чтобы тело получало и удовольствие, и истинное удовольствие. И могло питаться, чтобы оно было благоустроенным и благонадежным, крепким и способным орудием для души. Если же оно переполнится пищей, которая будет, так сказать, расторгать самые запоры и составные связи, то уже бывает не в состоянии удержать этого наводнения, ибо вторгшееся наводнение расторгает и разрушает все. Написано, попечение о плоти не превращайте в похоти. Хорошо сказал, в похоти. Присыщение есть пища для порочных похотей, и присыщающихся, хотя бы он был мудрее всех, по необходимости терпит какой-нибудь вред от вина и от яств, по необходимости чувствует расслабление, по необходимости возбуждает в себе сильный пламень, похоти. Отсюда блуд, отсюда прелюбодеяние. Голодное чрево не может возбудить плотской похоти, равно как и довольствующиеся умеренную пищей. Порочные же положелания рождаются в чреве, придающимся пресыщению. Как земля слишком влажная, и навоз, окромляемый водою, и имеющий слишком много мокроты, рождает червей, и напротив земля, не имеющая такой сырости, приносит обильные плоды, потому что они содержат в себе ничего лишнего, и, будучи даже необрабатываемо, произвращает зелень. А будучи обрабатываемо, обрабатываемое приносит плоды, так точно и мы. Посему не будем делать из плоти нашей тело бесполезное, негодное или вредное, но будем произвращать в ней добрые плоды и плодоносные растения, и предлагать старания, чтобы они не завяли от пресыщения, ибо они могут загноиться и породить червей вместо плодов. Так и врожденная похоть, если ты станешь через меру насыщать ее, порождает удовольствия, отвратительные и даже весьма отвратительные. Будем же всячески истреблять в себе это зло, дабы нам сподобиться обетованных благ во Христе Иисусе Господе нашим, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Из 29-й беседы на послание к евреям. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok